Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. Сегодня мы будем говорить о таком важном институте нашего общества, как Общественная палата. У нас сегодня в гостях председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Суденков. Алексей Алексеевич, в Российской Федерации 10 лет уже работает такой институт, как Общественная палата Российской Федерации. Сколько лет назад в Чувашии появился такой орган? Чем он занимается? Каковы основные задачи деятельности вашей палаты? Общественная палата была создана в целях помочь формировать гражданское общество Российской Федерации, активных людей, которые бы, сотрудничая с властью, решали вопросы, в первую очередь, социальные, те, которые волнуют людей. Если говорить о Чувашской Республике, наша палата, вот, третий созыв, и формируется на следующем образом. Семь человек назначаются решением главы Чувашской Республики. Семь человек избирает на альтернативной основе Государственный Совет Чувашской Республики. Еще семь человек, вот мы, которых избрали, четырнадцать человек, мы уже выбирали на альтернативной основе и числа лидеров наших некоммерческих организаций. У нас их много, порядка более тысячи трехсот некоммерческих организаций Чувашской Республики. Они разные, но в первую очередь, конечно, делали упор на те некоммерческие организации, которые социально ориентированы. И поэтому в нашей палате есть представители, которые представляют различные там концессии, скажем, мусульманскую религию, наше духовное управление мусульман, нашу церковь, православную церковь, да, там есть общество инвалидов, ну, и пенсионеров. В общем, все те организации, которые ориентированы на социальную. Если говорить о людях, которые вообще, кто они такие, члены общественной палаты, ну, это уже глава и Государственный совет, они в первую очередь предлагают в нашей кандидатуре тем людям, которые, скажем, активно занимаются общественной работой, которые решатильные социальные проекты, которым, ну, скажем, нет, которые законопослушные люди, да, которым нет проблемы... Претендиотства на правоохранительных. Да, правоохранительных органах, да, потому что палаты, там должны быть люди, которые не должны дискредитировать власти и вообще людей, тем более, что в палату обращаются люди с разными проблемами. Вот если говорить вот в течение, скажем, вот этого прошедшего полугода, мы вот, третий у нас состав палаты, у нас 29 июня прошлого года, мы, значит, этот состав был, мы провели первое институтное собрание, мы рассматривали вопросы экономики, волнует же Чувашскую республику, да, мы рассматривали вопросы, значит, транспортного. У нас иногда бывает, вот, ну, движение на маршрутках, у меня даже зачастую, ну, сложно там, да, заторы, пробки, как это все дело упорядочить. Мы рассматривали вопросы, связанные с поддержкой инвалидов, мы участвовали в различных мероприятиях, выезжали в детские дома, нас тоже интересует, как там, ну, и много еще других разных вопросов. Наверное, нет той сферы деятельности вообще, которая касается, первое, социальных дел, которые бы не касались общественной палаты. А какие у вас есть рычаги воздействия, да, вот вы обратились с просьбой, у вас же нет, наверное, каких-то полномочий, чтобы там кому-то, кого-то заставить, кого-то приказать, вы можете только рекомендовать, да, наверное? Конечно, мы, мы, конечно, мы, у нас нет административного ресурса, мы действуем только методами убеждения, но в своей деятельности мы всегда, я хочу это подчеркнуть, мы всегда находим поддержку, министерство ведомств, с которым мы обращаемся. То есть всегда, если, вот скажем, проходит какое-то большое собрание, когда мы приглашаем людей с министерства ведомств к нам, они приходят на собрание палаты, на заседание правления, и, если бывают выездные какие-то поездки, они тоже там участвуют. Я думаю, что у нас общее дело. Потом я хочу обратить еще на такой факт, вот когда в своем послании Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, что многие вопросы, которые решают на сегодняшний день социальные органы, да, можно передать некоммерческим организациям. А так как мы являемся в какой-то степени координацией деятельности некоммерческих организаций, и как следствие этого у нас планируется где-то в декабре месяца вот этого года, да, мы должны будем проводить второй форум некоммерческих организаций, и сейчас мы к нему готовимся. Потому что важно, значит, когда вот пойдет это... Ведь важно как? Обсудить, как мы работаем, учитывать опыт других территорий, как работают другие палаты. Вот, скажем, наши соседи, общественная палата Тарстана, мы были на форуме, у нас существует 10 лет. Они набрали большой опыт, да. Еще важный закон сейчас принятый. Год назад он был принят в Российской Федерации, а сейчас в конце декабря он был принят в Чувашский закон об общественном контроле. И там на общественную палату подлагаются очень большие функции. Ну, вы знаете, что сейчас при каждом министерстве, ведомстве, существуют общественные советы. Мы должны с ними взаимодействовать. Существуют общественные советы при муниципальных органах власти. Мы должны с ними работать, да. Вот. Ну и задача такая, чтобы не просто работать, чтобы мы хотели бы, чтобы в этих общественных советах действительно были люди инициативные, энергичные, которые бы, ну, скажем, помогали вырабатывать или иные решения. Второе, третье очень важное направление нашей деятельности, вот уже больше года, на палату, возможно, и российскую, и на нашу, мы же, по сути дела, проводим экспертизу всех нормативных документов. Алексей Алексеевич, какой план мероприятий вот на 2016 год вы себе наметили? Ну, я уже сказал, что нашей палате будет пять лет. Поэтому мы сейчас осуществляем подготовку к форуму деятельности некоммерческих организаций. Поэтому, наверное, мы сейчас вот члены комиссии представили эти свои разделы планы. Главным у нас будет явление – это консолидация деятельности некоммерческих организаций, участие в каких-то различных проектах, да. И два позиции. Первое – консолидация. Второе – это выполнение закона об общественном контроле. Вот эти два главных направления, которые наверняка будут, скажем, стержнем деятельности палаты на этот год. Я знаю, что 28 января в Москве, в Общественной палате Российской Федерации, пройдет презентация «Чувашия». Для чего нужно это мероприятие, какие запланированы темы, встречи, экспозиции, презентации? Что это будет? Ну, это приурочено к тому, что 28-го числа, 28-го, 29-го в Общественной палате России будет большое собрание членов палат. Вообще в Общественной палате России 168 членов, плюс приезжают председатели, порядка 300 участников, задействованы все федеральные каналы. И мы хотим показать членам, значит, регионам России, руководству Чувашскую республику. Показать, насколько у нас красивая, замечательная республика, как в ней, в ней, в этой республике, какие у них условия для проживания, для отдыха, как развивается экономика, культура. Тем более, что на территории республики мы хотим показать, живут более 120 национальностей. Как развивается это конфессиальное отношение. Ну, угостить, значит, говорит, куша, предлагая Чувашской, да, наши бренды, это вот, там будет продукция фабрики «Оконт», «Урнарского» в нас комбината, ну, то, что сделает наша сельскохозяйственная, ну, как дегустация, произойдет этих вещей. В общем, цель этой презентации какая? Чтобы лучше узнали Чуваши, чтобы общественники больше контактировали и с аппаратом Общественной палаты России, и с комиссией Общественной палаты России, чтобы мы больше участвовали в различных конкурсах, грантах, чтобы не просто вот говорили, вот, мне нужны деньги, чтобы, скажем, предлагали свои проекты, побеждали в этих проектах, а побеждая в этих проектах, получая соответствующие финансирования, решали те социальные задачи, которые, ну, они перед собой стоят. Наши, в первую очередь, не коммерческие организации. А чего мы ждем от этой презентации? Я скажу, мы ждем, что повысится активность деятельности наших, в первую очередь, не коммерческих организаций, да? Второе, мы ждем от того, что будут лучше знать республику, и мы ждем, что по результатам презентации в республике увеличится количество гостей. А еще важно увеличить количество людей, в том числе и людей из бизнеса, желающих сотрудничать с Чувашской республикой. То есть это, скажем так, не направлено на заключение каких-то экономически выгодных контрактов, это все-таки больше презентация возможностей нашей республики. Это презентация возможностей Чувашской республики. Да, они действительно у нас уникальны, она интересна, республика находится очень географически хорошо расположена, здесь очень гостеприимный народ, и мы все об этом хотим сказать. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Я надеюсь, что действительно презентация пойдет на высшем уровне, и люди еще больше узнают о том, какая замечательная у нас республика. Желаю вам удачи. И напомню, что сегодня мы беседовали с председателем Общественной палаты Чувашской республики Алексеем Зеленковым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова